С 80-летний юбилей отметил член Союза писателей России Алексей Полянский. В поле его деятельности входит как поэзия, так и документально-художественная проза, журналистика, переводы. О творческом пути мастера слова Белла Джезаева. Первое стихотворение будущего поэта было опубликовано в Центральной областной газете в его неполные 16 лет. Называлось оно «Мальчики» и было наполнено гражданским пафосом. Алексей Полянский в ту пору интересовался творчеством Евтушенко, Акуджавы, Ахмадулиной. Ну а по признанию самого поэта, даже самая первая фраза, сказанная им, была стихотворной форме. А всему причина – прекрасная малая родина, Краснодарский край с его садами и цветами. Меня окружала естественная красота. Это огромный лук напротив хуторка. Хуторка в одну полоску хаток. Если сходила пшеница, пшеница начиналась от наших дворов. Если красота была почти на каждом огороде. Огороды были большие по 50 сотых. И здесь обязательно у кого-то что-то было. В 1957 году семья поэта переехала на новое место жительства – в Карачаево-Черкесию. Горный край с его неповторимым ландшафтом, снежными склонами гор, чистейшими реками и воздухом, стал животворной силой для становления художника слова. Тут раскрылось его образное мышление и самопытный подход как в поэзии, так и в прозе. Не важен жанр, считает Алексей Андреевич. Важно, чтобы весь накопленный материал дошел до читателя. Нести людям добро, красоту, понимание этого мира. А с годами добавляется, вот у меня это гложет, моя мудрость, которая пробивается. Мне хочется ею поделиться со всеми для того, чтобы они не делали тех ошибок, которые я делал всю жизнь. Вот, я учился сам у себя. Произведения Алексея Полянского исполнены истинным самообытным талантом. Мысль любого стихотворения этого художника слова является не просто мыслью, она всегда навеяна образами, взятыми из мира души и природы. Его также глубоко волнует тема Родины, единства и взаимопонимания всех проживающих на земле Кавказа. Ну а в целом, мировидение Алексея Полянского определяется всем тем, без чего не может быть жив человек, и тому подтверждение его книги – поистинный драгоценный слиток поэзии самого времени. Была Жозаева Мухаммеда Шибоков, Вести Карачаева, Черкесия.